Здравствуйте, мои уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с самыми интересными новостями. Вчера президент Ильхам Алиев сделал очень сильное заявление по поводу Зангизура, Геечи и Еревана. Президент Ильхам Алиев заявил, «Зангизур, Геечи и Ереван – наши родные земли». Сейчас я вам зачитаю и там часть речи немножко поставлю. Ильхам Алиева. На основании указа, подписанного мной 7 июля, была создана Карабахская экономическая зона, в которой объединены все районы Карабаха. Создана Восточно-Зангизурская экономическая зона, Восточный и Западный Зангизур – это наши исторические земли. Об этом заявил 14 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии представления квартиры автомобилей с семьям шахидов, инвалидам войны. Мы не можем забыть историю, мы не можем стать заложником чьих-то политических интересов. Откройте исторические документы, карты, посмотрите, когда советское правительство отделило Зангизур от Азербайджана и передало его Армении. Это недавняя история, 101 год назад. То есть мы должны сказать, что этого не было. Почему? Мы говорим правду. Весь Зангизур, Восточный и Западный, является землей наших предков. Я говорил, что мы должны вернуться туда. Я говорил об этом еще 10 лет назад. Все мои выступления опубликованы в СМИ. Я говорил, что это земля наших предков, и мы вернемся туда. Никто не может остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что другого пути нет. Теперь, когда все коммуникации открыты, конечно, азербайджанское население вернется на свои исторические земли. В трехстороннем заявлении 10 ноября указано, все беженцы должны вернуться на родные земли. Зангизур, Генч и Реван. Это наши родные земли. И мы, конечно, туда вернемся, сказал глава государства. Сейчас, вот как раз, его речь здесь, вот фотографии Эльха Малиева. Сейчас немножко поставлю последнее выступление, пятистроки. Малиев. öyle Ну вот, как раз вот эта речь, Ильхам Алиева, все он рассказал, что все вернет из Ингизуры, Гейчу, Ереван. Еще вот он выступил с такой речью, что необходимо подписать мирный договор с Ереваном. Но армяне в упор отказываются подписать договор, все стало колом, сейчас я зачитаю еще. Вот Ильхам Алиев заявил, и несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирный договор с Арменией. То есть мы готовы к началу этой работы. Однако страны Армении реакции нет. По официальным каналам до нас доходят сведения, что Армения не готова к этому. Считаю, что это будет большой ошибкой. Так же, как армянская страна допустила большие ошибки, совершила военные преступления накануне, во время этой войны. Это может стать очередной большой ошибкой. Да, армяне совершают большую ошибку. Они пошли очень, как сказать, в противовес Азербайджану. Но Ильхам Алиев, он жесткий политик, думаю, он не оставит, как сказать, этой ситуации. Будет Еревану, ой, говорю, Пашиняну будет намного хуже, что они не подписали этот договор. То есть ситуация очень напряженная сейчас. Амалиев взял очень громкие заявления, что может им к войне это привести. Раз вы не подписываете мирный договор, не хотите мирно жить, вполне возможно, сейчас и военные действия могут начаться. И вот Калашников еще заявил Еревану о необходимости открытия Зангизурского коридора. Сейчас немножко зачитаю, что он заявил. Я всегда призывал к трестороннему решению вопросов с подсветскими республиками. Меня за это критиковали в Армении. Как так? Почему не за нас? Почему не за армян? Я всегда отвечал, ни в какой минской группе вы свои вопросы не решите. Ни американцы в этом не заинтересованы, ни французы. Им нужно России навредить. Зачем им Южный Кавказ успокаивать? Я говорил об этом не только в прессе. Я говорил лично президенту Льха Малиева, лично Сержу Сарксяну, когда он был президентом. Они соглашались со мной. Хочет, чтобы был трехсторонний формат. И это важно для Армении и Азербайджана. Обе страны уважают Путина. Почему бы этим не воспользоваться? Ну вот про Эрдогана правильно он сказал. Правильно сказал Эрдоган, обращаясь к Армении. Армянам выгодно сейчас открывать границы Зангизурского коридора по этим соглашениям. Но армяне должны сказать туркам, откройте и вы границы. И мы начнем торговать. И Азербайджан пусть откроет границы. Армяне пойдут тогда железной дорогой до России. Вот что армянам сейчас важно. Армения ведь сидела в окружении десятилетиями. Армяне увозили из страны детей, особенно мальчиков, чтобы те не угодили на войну. Но теперь Карабахский узел развязан с помощью войны, к сожалению. Так откройте страну, типа задышите, начните дышать свободно. Сделайте так, чтобы вам было хорошо. Но армяне ничего не хотят открывать. Наоборот, они закрылись там и все. С армянами возникла ситуация, когда азербайджанцы зашли за красную линию, заявил Калашников. Это на участке протяженности 2 километра. Ну там сейчас, да, идет демаркация, эти границы постоянные у Черного озера, там перестрелки вроде были. Ереван созвал АДКБ, помогите. Я общался с армянской делегацией, прямо спросил, ну представляете, насколько сложна эта демаркация, а вы с Азербайджаном даже дипломатические связи не установили. Ну как, да, как можно делать демаркацию, демаркацию, если они не хотят даже связи установить с Азербайджаном, хоть бы обсудить, сесть за стол переговоров, а вообще никаких контактов. Демаркация – это предмет переговоров, а не войны за 2 километра войны. Ну да, легче договориться за столом переговоров, чем перестреливаться с автоматами. Какой смысл для Еревана в привлечении АДКБ? В том, чтобы совершенно разрушить отношения, которые только что начали складываться в Баку. Решать такие вопросы военной силы, да еще за счет привлечения России, глупость полная. А АДКБ не для этого создавалось, заявил Калашников. Ну да, пока Армения уперлась рогом, не хочет никакие контакты идти, постоянно будут перестрелки, постоянно будут эти конфликты на границе. И сейчас следующий ролик я там как раз сделал по этому поводу. Там объясню, как раз будет ситуация складываться такая, что скоро могут туда втянуть и российских миротворцев там. А, ну это про Пашиняна вот здесь будет, что серьезное предупреждение это сделал Ильхам Алиев, Баку слов наверх бросает. Ну правильно, вот здесь эксперт сделал такое заявление, что Баку Ильхам Алиев сделал жесткие заявления, предупреждения сейчас армянам. Если они не послушают его, то, я говорю, это очень плохо кончится для самих армян. Но это в следующем ролике, потому что уже слишком большой ролик получился. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.